Доброе утро! А знаете, что это у меня на чашке? Это Полина Дмитриевна связала такой чехольчик. Да. И учитывая, что сегодня на улице очень холодно, кофе в такой чашке, это так уютно. И вообще, сегодня 1 мая, праздник весны и труда, поэтому мы будем сегодня праздновать и трудиться. Все правильно. И все другие дни. Да. Вот, у нас сегодня по плану собрать супер шкаф. Мы вчера ездили в Икеа и купили, наконец-то, шкаф в прихожей. У нас будет в прихожей теперь идеальный порядок. Но прежде чем навести порядок, нужно шкаф еще собрать. Я думаю, что это займет сегодня минимум полдня. Еще по планам сегодня разобрать сарай, вывести весь мусор. В общем, 1 мая, как и положено, будем трудиться. Ну, а вечером шашлыки. Не знаю, тут наши шашлыки сегодня. Тут сегодня холодно. Холодно чуть сегодня. Обещали 20 градусов на улице. 12 градусов. Дима говорит, что сегодня будет диван, потому что два предыдущих дня просто нон-стоп. Вот наш будущий шкаф тут лежит. Это его все внутреннее наполнение. Здесь у нас так творчески уже стоит вешалка, потому что сложны остальные детали шкафа. Вот сейчас запомните, это выглядит все вот так. Мне нужно разобрать в тот угол, брать здесь все. Но сначала мы пойдем сейчас разбирать сарайку. Да, и Морис, скажи, что устроили тут бардак? Да? Да, Морис? Скажи, что бардак устроили? Вот какой котенька красивый и собачка. Все на месте. Всем привет передаю, да? Что ты будешь строить? Дом! Ой, не, Санечка, это надо все выкидывать, потому что это все будет крошиться и по всему двору. В общем, вот такой здесь хаос. Сейчас мы будем это все разбирать. И потом у нас будет порядок. Вот тут бардак полнейший. Бардак. Надо было так навесить такой бардак за один год. Ну что, дело близится к завершению. Смотрите, у нас Поля первая девчонка на деревне. Поля посмотрит на меня. Такой вы Полину Твин еще не видели. Поля моет окошечко, чтобы был свет в оконце. Да, вон у нас там 1 мая флаг России висит. Ах, красота. И вот у нас такие порядочки стали. Все мы выкинули. Так, аккуратно. Покажу. Меня так у нас не было. А как у вас? Вот, какие порядки стали. Давай, Дима нам. Ой, от пыли. Обещала полочки сделать, а мы здесь все потом разложим по полочкам. А Сашок единственный, кто бездельничает там у нас. Ну что, прошло 2 часа с моего завтрака. Смотрите, мы тут уже везде порядочки навели. Здесь все чистенько. Полечка, что там делаешь? Поли там что-то поливает. Посадила то ли лаванду, то ли что-то. Саша там играет, бегает. Саша, только не облейся, ладно? А у меня перекус. Вот такая, смотрите, красота. Творог, яблочко, апельсинка. Посыпано все корицей и лавашек. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там, пусть все поле нижнее подчеркнение 58 кг. Я там по-прежнему стройнею. Еще нам останется заказать дровишки, потому что сожгли все дрова. Это Саша оставил такую штучку себе поиграться. В общем, все-все-все, навели уже порядочки. Пока есть возможность покушать на свежем воздухе. Но сегодня что-то прохладно. Я с таким смешным хвостом. Я вас вообще не вижу, если честно. Где вы там? Знаете, какой у меня хвост конский сегодня. Вот, я, в общем, сижу, загораю. И потом пойдем собирать шкафчик. Потому что приятного вам не аппетита. Так, у нас тут полным ходом идет распаковка с деталей. И тут игры с Делли. Давай, Дель. Поехали. Беги к Диме. Где Дима? Еще, еще давай скажи. Скорей, скорей, скорей. Не обманешь. Иди ко мне, моя девочка. Иди ко мне. Скорей, скорей, скорее, скорей. Скорей, скорей, скорее. И скорее у меня камера заканчивается вместо... Скорее! Так, ну что, заснимем промежуточный вариант. Вот уже каркас одного полушкафья уже собран. Собираем всеми силами. Я тут слежу за инструкцией. У меня такая умная инструкция от Икеи. Поле очень нравится собирать, потому что похоже на лего, да, Поле? Большое лего. Вовнутрь белым, конечно. Вот, и сейчас будут приколачивать тут дырочки. А, процесс идет. Так, пока мои собирают там шкаф, я решила приготовить обед. У меня здесь обжаривается фаршик. Сейчас я буду делать салатик. И отварю макарошки. Такой будет быстрый обед. Кто хорошо работает, тот что делает? Хорошо? Ест. Ест. Вот Поля знает. Приятного аппетита. Такой вот. И хлеб из печи, да? Налетайте москвичей. Ой, Саша больше всех работал, лучше всех кушает. Молодец. Аделья в надежде, что что-то ей упадет. Да? И вдруг что-то упадет? Ну вдруг, ну вдруг, вдруг, вдруг. Вот такая стадия у нас сейчас в сборке шкафа. Одна часть уже стоит. Вторая половина в два раза больше. Но еще работает, наверное, одна четвертая часть. С ними. Да, Дель? Ты тоже помогаешь. Собака-помагака. И здесь кругом детали, обувь. Короче, бардак. Ну что? Не прошло и шести часов, а то, может быть, даже и семи. И шкаф готов! Хозяина! Шкаф холодного! Показывай! Сейчас я развернусь, подожди. Такой красивый голубой шкаф муж купил, молодец. Голубой-голубой? Муж купил холодец. И тадам! А он, оказывается, не голубой. Торгостный момент! Ну что, я наконец-то освободила вешалку. Сейчас мы ее до конца освободим, отнесем в сарай. Здесь еще куча вещей, которые в стирку и зимней надо убрать. А здесь Сашок валяется с дыречкой, с ордыречкой. Так, что еще? Дима поехал с мамой отвозить мусор вывозить. Эй, вот такой шкаф у нас получился. Тут уже я приготовила на выброс старую коробку киевская. Так она смотрится на камеру вроде ничего, но на самом деле она уже грязная, старая, погнутная вся. Вот, и здесь у нас, смотрите, как шкаф встал, очень удобно. Все счетчики у нас осталось, видно. Здесь даже такой есть внешний крючочек. Если у вас вы пришли, например, мокрая верхняя одежда, то сначала вешать сюда, она высыхает, а потом убирать уже в шкаф. И здесь вот щиток у нас остался целый, невредимый. И здесь мы сюда хотим купить складные икеевские стульчики для гостей. Потому что у нас всего 4 стула, а если приходят гости, сидеть не на чем. Раньше у нас были здесь табуретки. А теперь мы вот так вот хотим в ряточек поставить 4 или 5 стульчиков купить деревянных. И будет просто супер. Все, я уже намыла окошко. Этот котик сидит на окошке. Да, котик смотрит в чистое окошко. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях, если вам интересно, как я разместила все вещи внутри шкафчика. Что у нас там за наполнение мы взяли в икее. То пишите мне обязательно об этом в комментариях. И я вам в следующем видео обязательно сниму. Я? И мой красавчик. Все, тут еще у нас везде бардак. Устали, конечно. Третий день уже без остановки. Что-то у меня здесь какой-то мусор на голове. Решила попить водички. Не пойму грязные волосы, что ли. О, в общем, устали. Выходные. Выходные получились безумно насыщенные. Потому что позавчера мы убирались на территории. Мы сейчас, кстати, пойдем делать шашлык. И я вам покажу, как мы убрались. Цветочки покажу, какие у нас. Покажу, как смородина у нас, листики уже появились. Очень большие, классные. И вот целый, целый день. С утра я, причем в воскресенье я работала. И вот с обедом мы до самого вечера убирались. Вчера мы потратили целый день на поездку в Икею. Выбирали шкаф. Привозили его обратно. Вот. И сегодня вот мы с самого-самого утра на ногах. Я вам показывала уже с утра, что мы разобрали сарай. Навели там полянки. И вот собирали шкаф. На сборку шкафа у нас ушло почти 7 часов. Сашуля, кстати, у нас стриженный. Смотрите, какой красивый. Покажи свою прическу. Вот какой стриженный мальчик красивый. Покажи свой пробор. Ты где у тебя там пробор? Вон, какой выстрелый, Саша, пробор. Потому что это новый мальчик. Что, любишь мамочку свою? Угу. Так что мы огромные-огромные молодцы. Мир, труд, май у нас получился прям по полной программе. Еще завтра у нас целый день выходной. Да, Сашуль, последний? Да. И мы хотим... Что, во-первых, мне надо покраситься? Дима мне обещал покрасить. Во-вторых, мы хотели купить краску, покрасить стульчики, которые у нас стоят около стола. Потому что они совсем уже стали какие-то некрасивые. И хотели купить цветочек на подоконник. Вот какой, который опнул рядом с шкафом, я вам показала. Чтобы там был только цветочек и больше ничего абсолютно не было. И что еще? И нам надо купить ограничитель на пол, чтобы ручка от входной двери не стукалась об шкаф. Вот такие вот у нас на завтра планы. И во второй плане дня нам все-таки хотелось бы, наверное, завтра полежать. Да, Санечка? Потому что это уже какой-то, не знаю, 15-й рабочий день идет. На самом деле классно. Мы очень давно хотели шкаф. Вот. И у нас теперь будет порядок. Потому что, как ты приходишь, прихожая, это как раз первое, что попадается тебе на глаза. А у нас все время там был такой хаос, потому что места не хватает. Все это перемешка. Вещи постоянно. То шапки, то еще что-то не найдешь. А теперь у нас... Куда, Аделя? Аделя, блядь, у меня в стакан. Теперь у каждого есть свои полочки. Каждый будет за эту полочку отвечать. Считайте, получать по ушам. Если там будет беспорядок. Да, Александр? Ну вот. Так что мы сейчас с вами еще пройдемся на улицу. И потом уже, наверное, попрощаемся. Я надеюсь, что ваши майские праздники прошли не менее позитивно. Неважно, трудились вы или отдыхали во все, кушали шашлыки. Мама, не шевелиться, ладно? Не буду шевелиться. Все, пойду доделывать дела. Да, Дедечка? Дедечка. А еще надо подстричь собаку. Что-то она у нас в такой раз быстро обросла. Смотрите, какая уже. Заросла. Заросла моя бабайка. Заросла моя бабайка. Хотим подстричь ее покороче, потому что сейчас будет лето. Морис, ну что вы все к моей воде пристали? Ой, Санечка, больно. А на Санечке у нее шесть какая длинная. Прямо подстричь покороче и состричь все лапки. Вот это мы сострижем. Все. Но это именно на лето. На зиму мы будем вот так вот опять затращивать. И Моську все пострижем. В общем, скажет, остайтесь с нами. Санечка, ты меня выдергиваешь. Темновато здесь уже, конечно. Вот мы вешалочку отнесли в сарайку. Цветочки я отнесла, потому что места его нет. И вот здесь пакет вещей, которые надо отдать кому-нибудь ребяткам в садик. Вот там вещи. С которых дети выросли. Но выкинуть жалко. Отдать. Так, теперь. На самом деле уже гораздо темнее. Я так высветлила камеру. У нас тут флаг развивается. Сейчас я соберу Санькины игрушки. И Дима там жарит. Сейчас будет жарить шашлычок. Так. Здесь у нас тлеют углючки. Ой, как здесь тепло. Классно. Так, что еще? Пойдемте покажу вам наш мини-огурот. Это у нас вишня. И она прижилась, потому что на ней такие зеленые почечки. Очень здорово. Потому что мы переживали, переживут они зиму или нет. Вот. И здесь такая же, тоже вроде с почечками. Да, тоже вот такие везде остренькие штучки. Еще немножечко, и она будет вся распускаться. Классно. Так, здесь у нас Димина мама сажает цветочки, цветочки, цветочки. Здесь, конечно, надо еще подчищать после зимы. Они все на глазки, они уже цветут. Здесь уже такой зеленый какой-то цвет. Тюльпанчики Димина мама насажала. Вот они повылезали. Один, второй, третий. Вот они так, по всей Ивановской. Вот такие цветочки уже цветут. Кто разбирает тюльпаны, 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 тюльпаны. Пока здесь тюльпаны. И моя лаванда. Она, конечно, вот эта сверху сухостой. Но уже идут там зеленые, вот эти там зеленые листочки внизу. Так что такой куст у меня. Я хочу вообще его попробовать рассадить на три части. Вот здесь получится. Здесь розы. Мама обломала. Здесь опять тюльпаны, тюльпаны. Опять розы. Тюльпаны, розы. Здесь тюльпаны. Что в таким? Рядами. Здесь какие-то кустики зелененькие. Ну и все. Здесь в самом конце у нас... Я только не знаю, какая из них красная, какая черная. Вот этот кустик. И вот этот кустик. А здесь малинка тоже прижилась. Вон веточки, листочки свеженькие. Так что все круто. И наша... Как она называется там? Господи, под вечер уже переклинила. Туя шаровидная. Которая у нас зимой стояла дома. Потом ее пересадили. Она вся пожелтела. Но внутри у нее там идут зеленые листочки свежие. Так что я думаю, что этим летом она придет в себя. Приживется. И в следующем году будет уже классная зелененькая. Так, здесь пустая какая-то. Надо выкинуть. Вот. Ну и все. А здесь пока пусто. Мы ничего не сажали. Я думаю, что дети с удовольствием натыкают опять морковку. Поля нашла вон прошлогоднюю морковку. Когда сорняки удаляла. И здесь у нас клубника. Заросло все. Я тут выдергивала вот этот весь участок. Так что уже достали шлак поливать. Санек ведро бросил. Здесь все почистили. Тоже все подмели. Все убрали. И хотим переделать еще потом скворечник. Ой, Саня, блин. Хоба. Вылила водичку. Переделать хотим скворечник, потому что он был сделан не очень качественно. Видите? И вот эти все ветра, бури, которые были. Вот что сделали с нашим скворечником. А кошечка там. Именно мама думает по сутку. Делька там на диванчике сидит. Хе-хе-хе. Так что иду Кому-ужу. Здесь у нас смотали провод аккуратненько. Дима включил свет. У нас по всему периметру дома сделан свет. Видите, горит. Со всех сторон. Там тоже можно включить. Есть фонарики. И сегодня прям холодно и тучи. Я хотела уги убрать. А в итоге надела их. Ой, ну что там? Уже пожарил мой шашлычник? Набили водичку. Ой, ты какой её! Камон! Бутылочку водички наберите? Зачитаешь мне рэп. Хе-хе. Да. Так что вот такое вот открытие у нас почти летнего сезона. О, так хорошо меня видно. Фу, устала, сил нету, сил нету и ничего не говорите мне. На этом мы с вами попрощаемся. Я вам вроде всё рассказала, всё показала. Пишите про шкаф, помните, если вам интересно. И что ещё? Не знаю. Спасибо вам всем за просмотр. Спасибо, что смотрите, комментируете. И всем счастья и добра. Пока! До новых встреч. Это, кстати, неделя влогов, если что. Поэтому мы с вами завтра-то уже увидимся. Вы там особо-то не выключайтесь.